Девушки отдыхают 20 января 1991 года, 21 час Воскресную Ригу охватила паника У здания МВД стала собираться толпа В результате двухчасовой перестрелки погибли люди Распоряжением генпрокурора СССР в Латвию была направлена следственная группа Ей предстояло разобраться в подробностях произошедшего Я приехал туда где-то в числа 23 января Когда Латвия бурлила после этих событий Я видел атмосферу, которая царила там Проблема была в том, что к этому времени В Латвии существовало две прокуратуры Одна как прокуратура Латвийской СССР В соответствии с Конституцией И была создана прокуратура Латвийской Республики И дело в том, что материалы по данной перестрелке Находились и в одной прокуратуре, и в другой Причем часть, наиболее я считаю, что важная часть этих материалов Это осмотр места происшествия Осмотр здания МВД Судебно-медицинские экспертизы, постановления Другие вещественные доказательства находились в прокуратуре Латвийской Республики Мне стоило больших трудов тем, чтобы как-то наладить взаимодействие с обеими этими прокуратурами Во-первых, когда я туда приехал, прокуратура Латвийская Я сразу пошел на контакты, в основном на контакты Потому что политика-политика, а расследование проводить мне А не заниматься политикой В тот вечер на месте событий оказались несколько съемочных групп Им удалось зафиксировать на пленку все детали того, что произошло в центре латвийской столицы Во время перестрелки погибли пять человек Более десяти было ранено А группа известного латвийского режиссера Юриса Подникса потеряла сразу двух операторов Андриса Слапенша и Гвида Звайксне Все отснятые материалы были приобщены к уголовному делу Я был поражен, когда мне представили Вот эти записи, сделанные Подниксом И насколько Слапенша, даже когда он получил смертельное ранение Он оставался журналистом Причем камера, когда произошел выстрел А выстрел был какой-то одиночный, приглушенный То есть из той кавалькады сотрудники ОМОНа и сотрудники милиции Были вооружены автоматами и пистолетами И когда я восстанавливал картину, каким образом был убит Слапен Что Подникс и находившийся с ним звукооператор Они обратили внимание, что было какое-то время Вроде бы как затихла стрельба И раздался одиночный глухой выстрел Который, которым был смертельно ранен Андрис Так вот, когда он упал, уронил камеру И он, оставаясь верным саможурналистскому долгу Говорил, я ранен Вот ты снимай, снимай, снимай И вот очень ужасное такое, знаете, ощущение Когда кровь идет у него горлом Прерывается, он говорит, снимай, 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 снимай Чтобы установить, от чьих выстрелов погибли люди в ту ночь Следственной группе прокуратуры СССР предстояло найти И провести экспертизу оружия, задействованного в этих трагических событиях Милиции, ОМОНа, правительственной охраны, службы безопасности Уже за месяц экспертам удалось проверить более 600 стволов В результате вот этих экспертиз Причем они только начали проводить И в первую очередь попросил, чтобы они провели по ОМОНу По оружию, изъятому ОМОНа Значит, показалось, что Вот те лица, которые погибли Значит, трое из них Были обнаружены пули Пригодные для идентификации Значит, и я могу с уверенностью сказать Это подтверждается актами судебных экспортиз Что эти пули не были выпущены сотрудниками Рижского ОМОНа Вечером 20 января, когда Рижский ОМОН штурмом взял здание МВД В том районе стреляли буквально повсюду, а не только в самом министерстве Автоматные очереди раздавались со стороны соседних зданий Водоканала, гостиницы Ридзене, Академии художеств И, что уж совсем непонятно, пули свистели в парке около Бастионной горки Именно там, как потом выяснилось следствие Погибли четверо из пяти убитых Если уж говорить о большей объективности То по видеокадрам, которые, кстати, транслировались тогда С места событий, прямой репортаж чуть ли не был Ну, по крайней мере, передавались в эфир И я не помню, или Звайзна, или Слапенша Значит, есть кадры, где можно проследить, что стрельба идет за их спиной Несколько пуль идет откуда-то сзади стреляют Вот эта перестрелка, она была неожиданна И для сотрудников Министерства внутренних дел Также для ОМОНовцев Если брать во внимание ту версию То, что ОМОН совершил нападение И, кстати, в средствах массовой информации Сотрудниками правоохранительных органов Латвийской Республики Давалась информация, что мы имелись данные о том Что такая провокация со стороны ОМОНа готовилась в отношении здания МВД Но когда я запросил конкретные материалы Ничего мне не было предоставлено Получается, ОМОН втянут в политическую игру Но вы считаете, что можно найти компромисс И можно дальше нормально существовать вместе И бороться с преступностью? Конечно То есть можно от этого отойти? В среднем мире я слышал Именно мнение некоторых следователей То, что они говорят, что это подразделение нужно Очень нужно для них Потому что они идут первыми грудью На захват Это очень нужно подразделение Но в какую игру их втянули Вот это уже Через несколько часов после интервью Офицер милиции Владимир Гомонович Охранявший здание МВД Будет убит Погибнет и Сергей Кононенко Участковый из Старой Риги Который побежал к зданию министерства Откуда велся огонь Стреляли по машинам ОМОНа Я ехал в самом последнем машине Один в кузове Чисто случайно Знаете? И именно по нам И значит по нам по машине Бил с крыши пулемет И вот я очень хотел достать Этого пулеметчика И значит Мы рвались я И по-моему там было То ли 6, то ли 7 человек Значит Мы порвались не через крышу А мы рвались на крышу Чтобы тебе надо Этого пулеметчика достать Ну Там здание старое Значит Еще по-моему Ульмановские постройки Значит К моему великому сожалению Значит Выход на крышу С 45 этажа Мы так не нашли И именно поэтому Спустились вниз На первый этаж В одну дежурку Чтобы Что значит По этой громкой связи Значит Объявить тем Что Что Эта провокация Это 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 недоразумение Потому что я тогда считал Что Что значит Нас приняли за кого-то другого Уже на следующий день Рижский ОМОН Был назван виновным в том Что его действия Привели к гибели людей На месте трагедии Работали следователи Латвийской прокуратуры Латвийские журналисты С возмущением Рассказывали О зверствах Черных беретов При захвате Здания МВД Если готовить Нападение Готовить операцию По захвату здания Наверное Соответствующая экипировка Должна быть Так Соответствующее Вооружение Наличие Большое количество Боеприпасов Ничего этого не было Многие ОМОНовцы Были без бронежилетов Ни одного из них Не было Значит Шлемов металлических И когда стрельба Началась Ведь у них В ряда Кончились патроны И потом Вы знаете Что пришлось Вызывать им подкрепление Часть пришло С прокуратуры Латвийской ССР Значит И Потом Насколько я помню Даже боеприпасы По-моему Доставили То есть А захват Сова здания Был шлен Группой Парфенова Значит Там порядка 4-5 человек Было Перестрелка В центре Риги Была слышна Во всем городе Латвийское телевидение Даже вело Трансляцию Происходящего По всем каналам Но никто Из ответственных Должностных лиц Не спешил Вмешиваться В ситуацию Грохот выстрелов Прервал Торжественный ужин Председателя Верховного Совета Латвии Оказавшегося Буквально В 20 метрах От НВД В гостинице Ридзена Первое Так сказать Впечатление Было Что это Просто ОМОН Очевидно Будет Растовывать Меня И конечно Это было Я об этом Был убежден Но тогда Еще тем более Когда я Передвигался По Этой самой Вестибилю Гостиницы Ридзена Тогда Произошла Стрельба В вестибиле Значит Я понял Что Это двигается Уже В мою сторону Но потом Но потом Уже Начало Телевидение Уяснилось Что это В общем Я через окно Тоже Увидел Что там За машинами Скрываются ОМОНовцы Которые Стреляют В окна Министерства Внутренних дел Тогда я понял Что это Идут В общем Стрельба С этой целью Чтобы Завладеть Министерство Внутренних дел В начале Были слова Перестройка Гласность Законность Весной 90-го года Они звучали На всех Политических Перекрестках Советского Союза От Москвы До Республиканских Столиц Такое Было Время Время Политических Перемен И Надежд 4 мая 1990-го года Верховный Совет Латвийской ССР Принял Декларацию О восстановлении Независимости Латвийской Республики По сути Это означало Выход Из состава СССР Треть Депутатов Требовали Проведения Референдума Апеллировали К действующим Законам СССР Несмотря на это Декларация Была Провозглашена Цивилизованного Развода Маленькой Но гордой Республики И союзного Центра Не получилось Хотя Такой шанс Еще О восстановлении Независимости Латвии Так же Как Литвы И Эстонии Однако Никаких Репрессий Не последовало Просто Призывалось В этом Декрете Отменить Эту Декларацию И По существу Так Может быть Медленно Но Очень Уверенно Начался Период Двоевласти Весной 90-го года Публичные Политики Еще не Произносили Слово Двоевласти Вслух Процесс Восстановления Независимости Шел Медленно И пока Бескровно По весенним Хотя Первые Признаки Будущего Противостояния Разных Политических Сил Проявились Сразу же После Принятия Декларации 15 Мая У здания Верховного Совета Собралась Толпа По некоторым Оценкам Свыше Пяти тысяч Человек Их Встретило Милицейское Оцепление И бойцы Рижского ОМОНа В этот День Они Осуществляли Охрану Латвийского Парламента В котором Находились И сторонники И противники Декларации ОМОНа ОМОНа Мая Когда люди Митинговали Против Одностороннего Проозначения Независимости Латвии ОМОН Впервые Себя Показал Как Сила Но На стороне Того же Годманиса На стороне Того же Народного Фронта И Фактически Надо отдать Должное ОМОНу ОМОН Предотвратил Будем так Рамках Вот Именно После Этого После Этого Руководители Народного Фронта Тот же Годманис Начали делать Ставку На ОМОН Как на силу Рижский ОМОН Был создан В конце Восьмидесятых Годов Когда Подобные Специальные Отряды Милиции Стали формироваться В большинстве Союзных Республик Главным Направлением Деятельности Черных Беретов Являлась Борьба С организованной Преступностью Такие подразделения Отбирали Как тогда говорили Лучших Из лучших Настоящих Профессионалов Силовиков Это серьезная Была структура На тот момент Она очень Мало численная Но очень Боеспособная Эффективная Структура Если бы Латвийское правительство Думало головой Как минимум Пыталось бы Это делать То они могли бы Нас использовать Как минимум По направлению По нашему Это борьба с преступностью Это то что мы делали То что мы делали До того как началось Это бардак В мае 90-го года В прессе Была опубликована Телеграмма Министра внутренних дел СССР Вадима Богатина В ней указывалось Что на время Переходного периода И восстановления Независимости МВД Латвии Должно руководствоваться Законами Союза СССР И самой республики До Самопровозглашения Латвии Не одностороннего Самопровозглашения Ведь про ОМОН Никто ничего не говорил Правильно Почему? Потому что ОМОН Это была обыкновенная Войсковая структура В системе МВД Латвии Но когда Произошло Одностороннее Самопровозглашение Независимости Латвии Именно Национал-сепаратистам В первую очередь Лидерам народного фронта К тому же премьер-министру Годманису Потребовалась вооруженная сила Которая бы защищала Интересы Вот этой вот Независимой Латвии Самопровозглашенной И вот здесь вот Началась Активная борьба Вокруг ОМОН Люди Которые служили в ОМОН Поняли Что им не по пути С этой новой властью Люди остались Верные присяги И верные Советскому государству Но в такой ситуации Как здесь У нас против населения Не выступает Да, но вы знаете Истинную ситуацию Население Истинную ситуацию То, что здесь Не совсем я понимаю Я только что свалилась А в чем истинная ситуация А истинная ситуация Хотя бы в том Я вам скажу Что ни от кого не секрет Но народ еще не знает То, что мы провели В общем-то Очередную операцию Согласно приказу Да По изъятию оружия Из Академии полиции Был приказ Союза МВД СССР Еще до 15 декабря Сдать это оружие В Академии полиции Не должно было быть оружия Они должны заниматься Воспитанием Подготовкой полицейских Непосредственно Но не вооруженных А то, что у них Вооружение там состояло Начиная от ротных пулеметов Гранатометов Автоматов И всего прочего оружия У них не должно было быть Они его не сдали Приказ министра МВД Еще даже старого Бакатина Не выполнили И не отправили Это оружие никуда Мы его сами забрали Чтобы это же оружие Не было обращено Против народа И против нас А вы там стреляли? Нет Когда вы на них? Нет Не стреляли Вот это вот Школа милиции Единственное 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 Выстрел был Единственный выстрел был Это тогда, когда Находящий на КПП Курсант Потянулся за автоматом Предупредительный выстрел Сделал, но не в него А с целью того Последовала команда Чтобы он лег на пол После чего Никому никаких Физических отношений Не применялись Никто не избивался Все курсанты Находились в казарме Люди стояли возле казаров И предупредили Чтобы к окнам Не подходили И никакой стрельбы Как ситуация с вами решится? Насчет этого я не знаю Что она как с нами решится Но я верю нашему правительству Верю Горбачеву Президенту Верю И дело в том Это уже от себя лично Я могу добавить Если даже что-то И худшее произойдет Если даже худшее Все может быть Да То по крайней мере Я лично за себя говорю Что я просто так Не выду Оружие не положу И не выду С протянутыми руками Там вверх поднявшись Что берите меня И судите меня По этим фиктивным Уголовным делам Которые возбуждены все К осенью 90-го года Правоохранительные органы Латвии Оказались перед выбором Или исполнять Действующие советские законы Как того требовал Союзный центр Или подчиняться Приказам нового министра Алоэза Вазниса Назначенного на эту должность Местным парламентом Еще один признак Двоевластия Установившегося в Латвии Война приказов и директив Не могла продолжаться долго Это хорошо понимали Все участники И очевидцы событий Что-то должно было произойти Я опирался на помощь ОМОН В тот самый критический момент Когда после провозглашения Одностороннего порядка Независимости Латвии Начали создаваться Государственные структуры Незаконные На то время И было принято решение О ликвидации То есть прекращении Действий на территории Латвии прокуратуры Латвийской ССР Создалась угроза Занятия Зданий прокуратуры Боевикам Народного фронта И тогда я обратился С помощью ОМОНа Который Пришел Помог Выставили Значит их караулы И защитили свое здание Имущество И продолжали действовать Так называемая Независимая Латвия Москва с одной стороны Требовал Чтобы мы Исполняли закон А с другой Помощь Практически Не оказывал Решение О вводе ОМОНа В здании прокуратуры Был принят Мною лично Даже без согласования С Москвой Я Потом поставили Известность Как перед случившимся фактом Получил одобрение И тогда Нам и Некоторую помощь оказали Отношения между ОМОНом И новым министром Особенно обострились Когда отряд взял Под охрану здание Союзной прокуратуры И дом печати Где размещалось Издательство ЦК КПЛ Вознес хотел Расформировать отряд И Москва Переподчинила ОМОН Внутренним войскам МВД СССР У нас даже стреляли Через окно В одном из служебных кабинетов Застряли пули В стене Раздавались угрозы Постоянно стояли Воинствующие пикеты Где кричали На меня Рейнекс убийца Мы никого не убивали Мы просто Защищали Закон Союза И приняли Некоторые меры По Ограничению Действий Всех Так называемых Боевиков Самозванных Ну которые Фактически Были незаконным Вооруженным Формированием В семь часов утра Был обстрелян Дом печати Который охраняли ОМОНовцы По горячим следам Экипаж черных беретов Задержал пятерых Подозреваемых Их доставили В советскую прокуратуру В январе Задержали Микроавтобус В Латвии В который Находилось Пять боевиков Фамилия Имя Отчество На любом В Латвии У которых Нашли куча патронов Пистолеты Не успели Выбросить Нашли ящик Бутылок С коктейлем Молотова Скажите Что здесь В этих бутылочках Лежит Везде Бензин А для чего Она у меня бутылка Нашли Списки Во-первых Кодовые таблицы Для секретных Переговоров Где Фигурировали Просто Такие названия Как Автомат Пистолет Револьвер Гранат Пуля Мина И тому подобное Кроме того В этих списках Были фамилии Некоторых Ководящих Деятелей Верховного Совета Опять же Латвийский СССР Которые Занимали Ненационалистические Позиции Опять же Они шли Под кодовым Названием Там фигурировало И командующие Прибло Кузьмин Офицеры КГБ ОМОНовцы Ну и другие люди Которые Не устраивали В то время Боевиков Они были созданы Для того Чтобы Защитить Или быстрее всего Показать готовность Народа Защищать Символы Независимости Парламент Правительственное Здание Ради Телевидение Узел связи Все то Что позволяло Дальше Вот эту Поющую революцию Борьбу за Независимость Продвигать Дальше Эти события Получили название Песенной революции Песни Песнями Энтузиазм Энтузиазмом А политика Политикой Люди Пришедшие На рижские Баррикады Ждали решения Своей судьбы Ее определяли Другие люди Горбачев Горбачев Три раза Предложил Заключить Новый Союзный Договор И мы Три раза Отказались Все Балтийские Страны И обстановка К началу Января 1991 Года Она Накалилась До невозможности Были Угрозы Экономической Блокады И были Конкретные Планы Мы это видели Свержение Существующей Власти То есть Верховного Совета Балтийских Республик И правительства Были Маневры Бронированной Техники И подразделений Советской Армии Они по Рижской Кольцевой Дороге И по Основным Перекресткам Они маневрировали Приезжали Развертывались Опять Уезжали Для меня Как председателя Народного фронта Того времени Это было Самое ужасное Время В жизни Я понимал Что два раза Полмиллиона Людей В Ригу Народный фронт Не сорганизует И один раз Можно Вот этот Протест Показать А он был Значим Потому что Здесь были только СНН Было Шесть бригад Из всего мира 300 журналистов Иностранных Были аккредитированы В Верховном Совете В пресс-центре И вот Мы тянули 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 И вот Когда уже В Литве Это стало Назревать Эти кровавые События Все Мы поняли 12 января Собралась Дума Народного фронта Вот эти люди Которые вы видели Здесь Сегодня Мы традиционно Собираемся В январе И приняло решение Что 13 Надо Организовать Вселатвийскую Манифестацию По призыву Народного фронта Люди съезжались В Ригу Со всей Латвии А что вы здесь делаете? Ну Поддерживаем Правительство Сколько В наших силах Ну Как-то Собираемся Народ Поддерживаем Правительство Что мы больше Ничего не можем сделать Как Чего вы Вот что вы Что Пикетируете Патрулируете Чего вы боитесь? Мы боимся Чтобы не повторилось То же самое Что в Литве Вот То есть что Военных Да Чтобы не вошли Чтобы военные Не вошли Ну и чтобы вообще Осталась наша Демократичная Выбранная Правительство Латвийское Вы здесь Двое суток А вы работаете Вообще Где-то Как у вас Я работаю В колхозе Трактористом Сейчас Но сейчас В связи с этой Обстановки Я вынужден Быть здесь На площади И поддержать Правительство Я был Старшим лейтенантом В запасе И как все Или как большинство Живущих В то время В Латвии Хотел независимость Латвии И в то время Очень много Русских Белорусов Украинцев Литовцев Эстонцев Разных Национальностей Живущих В то время В Латвии Были на баррикадах Не только Латыши Не только Латыши В то время ОМОН находился Под пристальным Вниманием прессы Как латвийской Так и зарубежной Вы знаете Сейчас пока Это возможно Работится До свидания Проблема ОМОНа Действительно Была Я сам Разговаривал По телефону С командиром Они Они очень были Взвинчены Они очень были Нервные То есть С одной стороны Их подогревали Ну имеется ввиду Разными сплетнями Там О нападении И так далее С другой стороны Они сами Хотели играть Собственную роль В этих Событиях Потому что Они чувствовали Что Они единственная Вооруженная Сила Которая Могут Повлиять На эти события Установка Была очень тяжелая Я могу сказать Например Что в январе 91-го года Во время Так называемой Этой баррикадной войны На баррикадах Вывешивали Списки Сотрудников ОМОНа С их адресами Телефонами И членами Их семей Каждый мог Прийти В гости В кавычках Позвонить Или предпринять Какие-либо Другие действия В чем Утечка Этой информации Происходила На уровне МВД Латвии Я знаю Что непосредственно По приказу Замминистра МВД Латвийской СССР Зенона Индрикова Два раза Из адресного Бюро Изымались В четные карточки С данными На сотрудников ОМОН Они копировались И потом Придавали Спецструктуру Боевиков Что же В действительности Произошло 20 января 1991 года У здания Министерства Внутренних дел Латвии Был ли это Запланированный ОМОНом Штурм Или это Была провокация С целью Дискредитировать Союзные Правоохранительные Органы Союзные Гcolарки О Перetic работы festa Тodore В центре В центре Ему Союзные Органы Показать Одна Продукровка Шер У manifest Ф puedo елей Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня в уголовном деле, которое ведут латвийские следователи против Рижского ОМОНа, более ста томов. Несмотря на то, что прошло уже более 10 лет, их разыскивает латвийская полиция безопасности. Последний запрос о выдаче направлен Генпрокуратурой Латвийской Республики в Россию в августе 2001 года. В списке 6 фамилий руководителей и координаторов Рижского ОМОНа. А всего в розыске 38 сотрудников отряда. Основная статья, это значит будет 59-й уголовного кодекса Латвии. Это действие направленное на насильственное свержение государственного строя. Также там статья 162 прим главного кодекса Латвии, это значит превышение власти и служебных полномочий. А также статья 219 главного кодекса Латвии, это похищение оружия. В обвинении фигурируют десятки эпизодов. Один из них – изъятие боевого оружия и боеприпасов из школы милиции. Он классифицируется как вооруженное нападение и хищение оружия. Другой эпизод – уничтожение таможенных пунктов в мае-июне 1991-го, когда ОМОНовцы исполняли указ президента СССР о деблокировании дорог. На сегодняшний день в суд было отправлено дело на 15 человек. Из них на 10 человек на данный момент есть упершие в силу приговор. было прекращено дело в части еще во время следствия примерно 70 человек. Еще на данный момент в розыске находится 38 человек. Из них 12 человек с арестом. То есть если они будут найдены, то им избрана мера пресечения ареста. В 1999 году 10 рядовых сотрудников Рижского ОМОНа предстали перед судом по обвинению в насильственном свержении власти в независимой Латвии. Однако все подсудимые по этому делу получили условное наказание. Они также обязаны были возместить ущерб, нанесенный Латвийскому государству. А несколько ОМОНовцев были приговорены к разным срокам тюремного заключения. Это была политика по своей сущности. А один по сути своей это был фарс. Потому что все обвинения в бандитизме, в терроризме, нелаконный захват власти, хищение оружия, хищение людей, они все отпали. Ни в одном трубе ни одной ОМОНовской пули нет. По моему делу работало 27 следователей. И я вас уверяю, если бы хоть в одном трубе была не то, что пуля ОМОНовская, а там хоть бы гильзы, где были жалобы, все равно бы это было доказано. Меня действительно осудили, меня признали виновным за решение судрудных полномочий. И осудили на 4 года. Капитан милиции Сергей Парфенов был арестован в России и выдан Латвии, вопреки всем международным нормам. А после суда, летом 1993 года, Парфенова передали в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Но отбывать его там не пришлось. Президент Ельцин издал указ о помиловании офицера ОМОН. Для решения судьбы этих людей и вообще решения вопроса, виноваты эти люди или не виноваты, а если виноваты, то в какой мере, надо было истребовать весь нормативно-инструктивный материал, кто издавал эти инструкции. Если солдат ОМОНа не знает, какая это суверенная государство, то в МВД центра министр, его замы, естественно, знают правовой статус того времени и Латвии, и России. И найти надо виновного, откуда это все пришло, по какому праву, на основании каких уставных документов или указаний они действовали. Если будет установлено, что они выполняли приказы непосредственно своего начальства вышестоящего, речь не может идти. При определенных обстоятельствах. Если они выйдут за пределы данных им указаний, другой вопрос. Но если они действуют в пределах тех указаний, которые они получали от центральных органов, кому они подчиняются, они не должны нести ответственность, а должны нести ответственность те, кто издавал такие указания. Со времени рижских событий 1991 года прошло 11 лет. Бывших солдат Советской империи на территории Суверенной Республики сменили другие солдаты. Это военнослужащие независимой Латвии. Они тоже выполняют приказы, участвуют в парадах и торжественных построениях, служат своей Родине. Другое время другие солдаты, другие приказы. До сих пор открытым остается вопрос. Почему в трактовке январских событий 1991 победила только одна версия, другие были признаны несостоятельными или отброшены? И почему при правовой оценке подобных событий главными виновниками становятся обычно сотрудники силовых структур? Как это случилось с бойцами рижского ОМОНа? Субтитры создавал DimaTorzok